Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Глава одного из муниципалитетов заключал договоры на предрейсовый и послерейсовый техосмотр транспорта с родным братом. Когда об этом узнала прокуратура, практика прекратилась. Другой глава арендовал у своего отца транспорт для вспахивания земли в целях пожарной безопасности. Чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности. Глава еще одного муниципального образования взял родного брата машинистом котельной установки. А еще одна чиновница устроила мужа водителем и привлекала его к обслуживанию уличного освещения на территории поселения, за что привлечена сама к дисциплинарной ответственности. Программа Экономика. В Киров заходит международная торговая сеть Спары. Первый ее супермаркет откроется на Лепсе 62, пишет телеграм-канал Строим Киров. Судя по баннеру, размещенному на здании, на данный момент идет набор персонала для магазина. Приглашают продавцов, пекарей, поваров. В помещении, где раньше торговали электроникой и радиотоварами, идет ремонт. Спара – одна из крупнейших международных сетей розничной торговли продуктами питания. Ее магазины расположены в 48 странах на четырех континентах. В соседних с Кировской областью регионах, Нижегородской области Морелл, торговые точки сети открыты давно. Экономика. На 101 АСМ. Пять рублей перерасчета получили кировчане два месяца замерзавшей дома. С ноября жильцы дома на Молодой гвардии 41 жаловались на холод в квартирах. Температура не превышала 16,5 градусов. Тепло вернулось только после обращений в прокуратуру и жил инспекцию. Выяснилось, что в доме большие теплопотери из-за отсутствия изоляции трубопроводов и не работает счетчик тепла. Также выяснилось, что систему отопления никто не регулировал. За октябрь и ноябрь плату людям пересчитали и уменьшили на 4-5 рублей для квартиры. В УНФ предполагают, что больше и не получить, потому что проблема была в управляющей компании. А деньги получает КТК, которая добросовестно исполняла обязательства. Поэтому кировчанам советуют осознанно подходить к выбору управляющей компании и контролировать ее работу. В завершении валютах доллар сегодня 76,25 рубля, официальный евро 92,30. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.